Когда я был маленький, поменьше, был юный, и по телевизору в те годы, по-моему, да, это были 90-е, конец 90-х, начало 2000-х, шли вот эти фильмы Дмитрия Астрахана, «Все будет хорошо». И мне очень нравилось, вот как Александр Викторович играет всегда этот момент, что вот подними руку, дай. Этот момент, он мне с детства очень близок, вот это вот, не знаю, как литература, для первого канала он не литературный, да и, вот, это такой рефрен по жизни. Петр Федоров – исполнитель главных ролей в картинах «Сталинград», «Дуэлянт», «Азори здесь тихие», «Образца 2015 года» и многих других. Принял участие в нашем фильме не только потому, что его амплуа героя сродни Сбруеву, и армия поклонниц у него, пожалуй, не меньше, а еще и потому, что Петр – близкий родственник Александра Викторовича. Он его внучатый племянник – внук брата Евгения Федорова. Вот, значит, мой старший внук Петя, он очень хороший такой, в хорошем смысле, но тоже там проблемы всякого. Повторяйте немножко, моего брата, все, чуть-чуть. Мне, как актеру, удивительна его способность именно вот, да, вот то, что он эту интонацию приносит. Мне очень нужна ваша помощь. И, наверное, эта интонация, да, она идет не… Это не текст, это не, да, это что-то, что идет изнутри, из сердца, и это такая трансляция личности. И мне всегда, всегда вот его взгляд какой-то, этот взгляд, он как-то так смотрит всегда. Невозможно сказать, да, что сильно Александра Викторовича вот как-то искажают гримом из картины в картину, нельзя так сказать. Вот, но он обладает, это, наверное, для меня самое сложное, но самым главным качеством актера, он меняется, не меняясь. Это я и есть. При этом сохраняя вот эту пронзительность с этими репликами, с этим, да, взглядом. Ну, давай, проходите, проходи, давай. А, ну да. Сегодня Збруевы – это уже целая актерская династия, пусть и под разными фамилиями. Сам Александр Викторович, его дочь Татьяна, брат Евгений Федоров, старейший актер Вахтанговского театра, и внучатый племянник Петр Федоров, на сегодняшний день звезда нашего кино. За нами, возможно, избег идет. А я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. Александр Викторович, Евгений Евгеньевич, вот, бабушка, отец, прабабушка, тоже все были актерами. Вот, идет какой-то мощный, вдохновенный, понимаете, такой, какой-то эффект. Вот, Танечка тоже пошла заниматься профессией этой. Зачем? И мы будем продолжать. И во что бы то ни стало, это не остановить. На какие-то вопросы я не могу ответить, но я чувствую, что это верное направление, и что-то я там узнаю. Спасибо. Спасибо.